Добрый день! Представьтесь, пожалуйста, сколько вам лет и, собственно, как вы попали на первую ролевую игру. Меня зовут Михаил Рамендик. Мне 41 год. В 1994 году, просто через одну знакомую, я попал на Эгладор, который тогда был тусовкой всяческих около толкинутролевых кругов в Нескучном Саду. Там тогда были великие люди, такие как Ниенна, такие как Боря Батыршин. Там действительно были фигуры. Я фигурой не был. И, в общем, был я молод. Было мне 17. Не во всем я был прав. Совсем не во всем. Вскоре, кажется, в 1995-м я попал на первую ролевую игру, так сказать, потому что это было на несколько часов в каком-то парке. А на первую серьезную ролевую игру, так чтобы на несколько дней и с серьезными ролями, и с костюмами, главное, я попал в 1998 году. Я был тогда членом, это было, на самом деле, с 1993-го, еще до Эгладора, я был тогда членом замечательной компьютерной сети FIDO, про которую, может быть, кто-нибудь уже слышал. FIDO было сетью, когда еще не было у людей интернета, он, в принципе, это был. Но FIDO позволяло общаться, всего лишь через небольшие, недолгие телефонные звонки, обмениваться почтой по куче разных, не только личных, но и, так называемых, эхо-конференций. Это когда один пишет, а все подписчики читают. И вот, в одной из ролевых эхо-конференций появилось объявление про ролевую игру в сказке в Нижнем Новгороде. И была там сетка, ну, как сейчас называют, сетка персонажей, список персонажей. В частности, там был Леший, про которого было написано, что он не отличается вокальными данными, но очень любит петь. Узнав себя в этом замечательном писании, я тут же заявился на игру. По тому же FIDO в Нижнем Новгороде, людям которых я не знал, лично. В Эгладору я их не знал, да и редко там бывал уже в 1998 году. Заявку у меня приняли. Я сделал себе плащ, приделав нитками и суперклеем маленькие завязочки к прямоугольному отрезу подкладочной ткани зеленого цвета. И вышел утром на трассу в Нижний Новгород. Шел я долго, а сособчик я был не очень хороший. Поэтому попал на очень позднюю электричку. Там, от Нижнего Новгорода, там уже не было машин. Никаких непосплатных, непоплатных. Десять километров по тяжелым рюкзакам. Я дошел до полигона. Я нашел полигон. Я был лешим. Я неплохо поиграл. Я обзывался половым героем на Кащея, который похищал девушек. Тот в ответ влюбил меня в какую-то тоже еще нечисть. Не помню в какую. В общем, мы там чуть не поженились по игре. Лучший из того, что я помню об этой игре, это грузовик. Который я нашел на себя и всю команду, когда мы шли обратно. Потому что очень уж не хотелось обратно здесь пешком. Так я же его и нашел. Потому что там-то дело было уже днем. Вот так и попал в свою первую ролевую игру. Это прекрасная история. Скажите, пожалуйста, вот как бы так началась ваша именно первая ролевая тусовка, скажем, и все остальное. Расскажите, пожалуйста, о том, как в дальнейшем складывались события. Как вы пришли в этот мир. Может были какие-то перерывы в связи с семейными, скажем, какими-то обстоятельствами или еще чем-то. И вот вы здесь находитесь на ролевой игре. Скажите, что вот до этой ролевой игры, вот именно конкретно сегодняшней, не происходило именно в вашей жизни как ролевика и как человека? Все просто. До 2006 года я ездил регулярно, но немного, на одну-две игры в сезон. У меня были знакомые, в основном я ездил по знакомым на игры, которые устраивали они. Среди известных игр, Леграновка 2001-2002, группа Нейхарда, очень спорная, но мне даже в чем-то... То есть как? Мне нравилось, как они играют. Как они организовывают, это отдельно. А как они играют, мне очень нравилось. Мне... Значит, что еще было из совсем известных... А я даже не знаю. Барар Мирдайн 2006. Мой лучший кросс-пол, Арчанка. Вот. И, кстати, моя последняя игра перед отъездом из России. Амарна, но дальше просто в основном были небольшие игры. Была Лейтиан устроенная, бывший Эйлиан. Была Амарна устроенная, питерская Инити Про, древний Египет. Вот были еще подобные игры. В основном достаточно камерные, просто как бы по знакомым. Обычно не больше там 300 человек на игре. А потом я уехал в 2006 году по абсолютно цивильным причинам, по работе. Переехал в Ирландию вместе с женой и маленьким ребенком. Маленький такой, полутора годовалым ребенком. Этот маленький ребенок сейчас здесь, ему 12, и он юнген облон шахлор. Я его видел, да. Да. То есть это уже семейное дело. Жена, к сожалению, игры не восприняла. А ребенок? Вот ребенок сейчас поехал на первую. Я пока его не спрашиваю, как ему на лодке, ему нравится. Юнг из него, по-моему, неплохой. Не то слово, я видел его в деле. Да. Дальше дело было так. Живя в Ирландии, я попробовал попасть на игры в Ирландии. Но, к сожалению, ролевое движение там уже который год в зачаточном состоянии. Там есть одна группа, которая периодически делает игры. Я был у них в 2014. И, несмотря на заявки каких-то древних хельтов, реально это была ДНДшка на поле. Идут и сражаются с монстрами. Другие народы идут с монстрами. Понятно. Лучшая игра, которая у меня там была в 2011 году, Рио Негро. Это были на самом деле эти... Эрсофт, как это по-русски? Страйкбольщики. Но в тот раз они решили набрать 20 человек ролевого, не боевого народа, на цивилинг, гражданский. Я заявил стар русским журналистом и красиво поиграл. К приведению, к моему сожалению, на дальнейшие игры с Рио Негро, они решили больше не брать небоевых персонажей и сделали чистый страйкбол. А больше, в общем-то, кроме кабинетных игр, то есть даже не кабинетных, а, в общем-то, кубиковых. Да, иногда кабинетных, но на несколько часов. Я там больше ничего и не видел. Моя лучшая кабинетка там на фестивале была по роману... Был бы у меня интернет, нашел бы чьему, но, в общем, это было по мотивам советско-американских холодной войны. Я пошел на советы, и мне якобы случайно, но я думаю, что все все поняли, мне выдали персонажа, который, в общем-то, был Андропов. Там был ЦК, и был, соответственно, американский Белый дом. И все это шло через дипломатику. И всякие там развития событий. Я очень... Я старался донести до остальных, что, с моей точки зрения, хотелось советское руководство тогда, а хотело оно избежать большой войны, потому что это были люди, которые прошли Великое Отечественное. Старался описывать, что должно было быть видно за окном Кремля. В общем, было интересно. На фестивале в Дублине, по-моему, тоже в 2014 году. Вот. Но в целом в Ирландии с играми плохо. Мои собственные попытки в Ирландии ничем не кончились, потому что я в него не умею. Но периодически я приезжаю в Россию. Соответственно, все мои игры с 2006 года можно пересчитать по пальцам. Леграновка, 2009 год. Группа... Нет, простите, какая Леграновка? Это было в первом. Это лучше выиграть. Значит, 2009 год. Лендгриновка. Группа Фирмен. Замечательная была игра. Я там был пастором. Как и здесь. Я, поскольку протестант по жизни, теперь уже англиканин, был литеранин. Я католик по жизни, но все равно. Ну, тоже бывает. Вот, значит, католиков, протестантов, не знаю, будет ли вас взглядеться там. В Ирландии не нужно привыкать, потому что в России католики и протестанты – это миноритарные западные или западнические религии. Из-за этого довольно суровые споры католиков с протестантами в России выглядят, в общем-то, дружеской заварушкой. Ну, так. Ну, как на Ларпахахахаха. Согласен. Вот, в Ирландии между католиками и протестантами, ну, на севере на самом деле только, но в остальных местах слишком сильно видно север, проскочила серьезная кровь, поэтому те же дискуссии, которые здесь ведутся очень дружески, и после которых устраивается совместная попойка или не попойка, но что-нибудь в этом роде, или ралевка, ну, в общем, понятно. Там это очень, ну, за этим кровь, поэтому там лучше без таких дизайнеров. Ну, как-никак, там война была, поэтому. Именно. Там была война на севере. Вот. А, вот. Так вот. Я протестант по жизни. Здесь сначала был чем-то вроде баптиста. Когда я был в Аглодор, я был этим и пытался проповедовать иногда, где не надо. Спорил с неенной, перед неенной, извиниться в 2014 году. Она была права. Ее механизмы, которые она описала, в общем, для начала, я, конечно, не говорю, что этот мир есть, дело не в этом. Я говорю, что, хотя ее тьма кажется странной и сладостной, приторной, я особенно про первое издание, если честно, только его читал, но как же оказалось верно описан свет! И как же в 2014-м все это выплывало? Речь не о персоналиях. Не я она категорически отрицала, что писала о персоналиях. Она не писала о персоналиях, просто это как бы явление, как бы в головах. Такой свет. И Ольга Брилева, решившая такой свет позащищать. А вот она-то покажала все лично. Значит, так вот, это, да, не всей своей историей 90-х я горжусь, да, я лез в споры, в которые не надо было лезть, да, я дергал людей, когда их не надо было дергать. Я был, мол, но потом, после Ирландии, уже ехать в Ирландию, я периодически возвращаюсь в отпуск, стараюсь попасть на какую-нибудь хорошую игру. Вот, последней была одна из кабинетных Sailor Moon в 2014 году. Да не уж что! Нет, я понимаю, что я не Sailor Moon играл, разумеется. Да не! Вот, так вот, после 14-го как-то я на игры не попадал, хотя здесь бывал. И вот, наконец, значит, в очередную поездку, сначала было запланировано примерные даты поездки, потом я понял, что я хочу попасть на игру, потом я посмотрел в календарь, потом я увидел пары Икар Сары 2, потом я увидел пасту, ну, как там было написано, при Свитрио Иоанна, в сет королей, и понял, что лучше меня, англиканского священника, не сыграют. Ну, тут уж уж я не поспорю. Потому что, извините, у меня это церковь по жизни, вот она, у меня в ней жена-органист. Да ладно! Чорча Файрленд, англикан. У меня жена там органистка. Ох, ёпер, мать ёпт. Вот, играет, служба по воскресеньям, свадьбы, похороны. Играет хорошо. Банкеты. Ну, на банкетах ещё орган был. То есть иногда и банкеты, иногда и на фоно. Она пианистка и органистка. В Ирландии она серьёзно смогла заняться органом, здесь очень сложный сидоск орган. Ну, согласен. Вот. Понимаете, дело в том, что как человек, который занимается продажей музыкальных инструментов, я знаю, сколько стоит почистить орган. Полтора ляма рублей. И этого хватит уже. Ну да. Нет, ну, я понимаю, настоящий. Но мы пока что и электронный тебе подволить не можем, с этой педаль. Она очень хочет. Я её понимаю. Но штук евро минимум. Насколько мне удалось понять. За педаль медишная. По крайней мере, насколько я знаю. Или у вас там дешевле ей? У нас дешевле погодит. Миди-клавиатура и медишные педали будет подешевле. Медишная педаль 16-сенотых минимум. На 8 её не устраивает. Да, будет подешевле. Если её вдруг интересует, я потом с вами сходу. Окей, обсудим. Тут вопрос, конечно, в том, что замармотиложка-положка, но... Сеньор, ради вас по дилерской цене. Посмотрим. То есть вопрос в том, объём и вес самолёт списал. Ну, не в этом. А вот скажите, пожалуйста, вы после... Действительно, это богат ролевой опыт. Это действительно опыт, как человек, который прошёл через ролевые игры конца нулевых, который в итоге переселился в Ирландию, посмотрел на то, как производятся игры в Ирландии и так далее. Скажите, вот честно и не лукаве, вот если у вас будет выбор, игра Тысячник в Ирландии и игра Тысячник в России, допустим, или хотя любая игра, которая вас заинтересует, где вы выберете игру? Пока что, конечно, в России, потому что в Ирландии Тысячник — это просто страйкбол. Ну, нет там ролевых мастеров, способных сделать Тысячник. То есть там совсем всё туго? Ну да, все ролёвки, которые я там видел, вот именно либо страйкбол, либо очень маленькие. И причём ещё и не очень удачно. Или совсем, или если удачные, то ещё и кабинетки недолгие. Вот, ну нет там вот такого, там просто близко нет. То есть я вот настолько вот, что вот, блин, если бы не жопа с визами, то я бы уже просто думал, как бы какой-нибудь МГ зацепить туда. Но проблема в том, что это непонятно, как организовывать даже не только по деньгам, но и по визам. Вот интересно, а в Прибалтике есть хорошие мастерские группы, потому что им-то виза не нужна? Я попробую попытаться добыть данную информацию, но, то есть вы хотите, то есть, точнее, вы были бы рады, если бы были бы МГ, которые уже в интернационале? Был бы очень рад, потому что, правда, мне объясняли, что дело в том, что, почему в Северландии в зачастую состоянии, потому что люди, которые хотят на серьёзные игры, едят в Ванглию. Вот там есть. Там как-то по-другому, как-то более, более коммерчески и более организованно. Из-за этого взносы там такие, что вместе с Абибилетами их пока не пользуются. Там есть. Да, в Ванглии есть. Град в Кандинавии очень крутые. Не тоже за какими-то взносами, но за таким антуражем. Конкретно в Ирландии просто все, кому надо всерьёз. Знаете, Ирландия очень маленькая страна. В Ирландии живёт даже Северная Ирландия, потому что граница условная, примерно 6 миллионов человек. Это примерно, как я понимаю, как два Нижних Новгорода. Правда, блин, но в Нижнем Новгороде игры есть. В Нижнем Новгороде игры есть, а вот просто по поводу того, что Ирландия, ну, я не слышал про игры Ирландии, не слышал про игры Англии, но я знаю только то, что в Германии есть их эпический Драхенфест. Может, вы слышали об этом что-то? А, нет, стоп, а это точно не будет. Драхенфест – это ларповая ролёвка, где имеется определённое количество государств, и наши русские только недавно начали оттуда ездить. И основная отличительность того, что там нету вот пожизнёвого лагеря, как здесь. То есть, если ты приехал, то всё должно быть более-менее антуражно, исторично. И то, что вот это является как бы твоей пожизнёвкой, это твоя поигровка. Здесь должны быть котлы кованые, там и всё остальное, и тому наподобие. А, не знаю, слышали вы этого. А вот в Англии вы были бы на играх? Нет, хотелось бы, но пока вот не сплалось, потому что просто дон. Понимаю. Конечно, и на эту игру нам поездка на круг 800 евро влетела на двоих. То есть, вместе с перелётом из Орландии в Россию? Нет, не в 800, а всё-таки в 600, но без перелёта из Орландии в Россию, только сама поездка. Как это получилось? Значит, костюмы на двоих, вот вам и 200 евро. Ну, в основном для меня на самом деле. Взносы — это на него 5000 рублей на корабль. Но я хотел, чтобы человек поиграл, а не просто посидел в лагере. Понимаю. Вот, я заплатил ему взнос на корабль 5000 рублей. Правда, спасибо кораблю, нас честно встретили и обещают выбросить, несмотря на то, что корабль остался без мотора. Значит, ещё там то, всё, но и... Да, ещё, конечно, 100 евро, пистолет. Вот, вместе с кобурой, с капсулями, которые полыгры по полигону ловил, но ему дали каких-то, и пулями. Капсуле и пули я взял по 200, поэтому ему было на что менять. Он менял пули на капсуле, пока мы ловили капсуле с книжной. Понимаю. Значит, но сам пистолет с кобурой стоил 5500, а при этом я не смогу его увезти. Я почти уверен, что по ирландским законам он незаконен. Дело в том, что среди незаконного оружия в Ирландии написано оружие, способное провести холостой выстрел с взрывчными веществами. Чтобы провести этим оружием холостой выстрел, достаточно просто не вставить в него пулю. То есть это получается, что даже, скажем так, то, что по нашим законам проходит как пугач, в Ирландии проходит как оружие, и всё это запрещено? Вот боюсь, что да. То есть там, я не знаю, почему настолько сурово кажется это дело в истории. Просто Ира всех, извините, заебал. Ну, всех и на обоих сторонах границы. Причём, разумеется, другая сторона, то есть бандиты, так называемые лоялисты, заебали всех, не меньше. Ну, понимаю то, что как бы Ира, последний теракт, который произошёл в 2014 году, насколько я помню, но я не думал, что там настолько всё жёстко. То есть, по крайней мере, мне так видно по законам. Я привезу туда фотки и описания, и постараюсь поговорить с людьми, действительно понимающими, но судя по тому, что я увидел в текстах, вести писать туда нельзя. Вы понимаете то, что это поломает мозг отечественным, вот именно российским либералам по поводу того, что как бы то, что в Европе абсолютная свобода, а здесь какое-то беззаконие? Всё просто, Европа, это очень, я специально разбирался в этой теме. Европа, вот Евросоюз, в отличие от Америки, это действительно, это действительно настоящее, так, ну, слово конфедерация не так поймут любители американской истории, но это она. У меня с ними тоже скоро будет интервью. Вот, о, тут есть конфедераты, вот здесь живые. Здесь нет, но просто я буду беседовать с реконструкторами американской конфедерации, КША. О, понятно, нет, я реконструкцией их не занимаюсь, но на другую тему, на так называемой фандомной битве на Дай-Ри-Роу. Может быть, вы про меня слышали? Слышал. А я основатель и капитан команды Америку. Изначально это была дискуссия о том, не сделать ли команду гражданской войны, но я сказал, ребята, команда гражданской войны перестроится по линии север-юг, поэтому давайте сделаем Америку целиком, тогда и северянам и ежанам будет уютно в куда большей толпе. Вы знаете, там набрались индианисты, там набрались сторонники латиноамериканской революционной войны, противники таковых, правда, в разные годы не пересеклись. Там чего только нет. Так что тема мне знакома, американскую гражданскую я курил, если что, я за север, но реконструкцией я... даже так. Но реконструкцией я не занимаюсь. Ну, я не могу каждый раз на такие расходы, как вышло на эту игру. Вы просто расскажите вот именно по поводу разницы, собственно, между законодательством развитой Ирландии, Европой и законодательством России. Так вот, законодательство России по европейским меркам, насколько я понимаю, находится где-то в середине и чуть в более строгую сторону. Потому что Ирландия – это одна из самых строгих стран в Европе из-за ее истории. Самая либеральная страна по оружию в Европе, насколько в Евросоюзе, насколько мне известна, небезызвестна Чехия. Я, кстати, там недавно был, замечательное место. Мечтаю оттуда попасть. Вот. Попадайте. Там замечательное место, кстати, там куча, надо говорить по-русски. Особенно в Праге. Да я в курс. Так вот, в Чехии, в Ирландии нужно иметь причину, чтобы получить разрешение на конкретное оружие, причем самооборона причиной не является. То есть, например, если ты фермер и тебе нужно лис отстреливать или волков, тогда да, ты подаешь и получаешь ружье. А для самообороны обойдешься. Реально, как я понимаю, фермеры используют это оружие для самообороны, но формальная причина должна быть другой. В Ирландии раньше было более свободно, но в 70-каком-то карте году, а не так редко, потому что началось на севере. Ну да. С другой стороны шкалы находится Чехия. В Чехии вы должны сдать экзамен теоретический и практический, то есть, проще говоря, отстреляться и хорошо отстреляться. После этого вы можете пистолет просто купить, а длинноствол купить и зарегистрировать. То есть, примерно как автомобиль. Понятно. Это в Чехии. Остальные страны, соответственно, посередине. Россия, насколько я понимаю, чуть... вот если бы... Я примерно разбирался, но довольно давно. Насколько я понимаю, с охотничьим галкосфолом в России довольно просто. С пугачеми просто совсем. Да, кстати, Ирландия настолько сурова, что там реально есть запреты на аирсофт. То есть, там есть запреты даже на страйкбол? Чтобы страйкбольное оружие было расширено в Ирландии, у него должен быть сертификат, что на выходе из ствола сила, которую... сила, значит, ну, я не знаю, как это правильно сказать, сила пули, не более одного джоуля. Поэтому заметная часть приводов, которые легальны в России, запретны в Ирландии, вот там настолько жопа. И да, все знают, страйкболь-то много. И все знают, что это именно жопа. Значит, вот на другом конце Чехия, я говорю, а посередине все... вот в России, насколько я понимаю, по охотничьему глиностволу довольно либерально. Вот если бы в России можно было сдать то же, что сейчас дают на краткоствол, на лицензию охранника, но не называясь этим охранником и не оформляя коммерцию, а сдавая все то же самое на лицензию на краткоствол, то вот, по-моему, где-то там была бы где-то середина. Но сейчас требуется еще и фирму охраны оформлять. И этим мы, соответственно, мы... у меня гражданство два. У меня мы сложные. Понимаю, понимаю. В общем, этим Россия, соответственно, отходит в сторону закручивания гаек. Вот, значит, для либералов, я думаю, на самом деле, если я не подумаю, привлекательнее будет скорее чешская модель. Но про Чехию просто мало кто читал. В результате, надо облизываться на Штаты. А Штат – это дикий, просто дикий перебор. То есть, когда по улице можно чуть не с калашом ходить, по-моему, это дикий перебор. Да, Ирландия, Ирландия такова, как есть по историческим причинам. А господам либералам я рекомендую посмотреть на Чехию, потому что вот там как раз есть чему поучиться именно с точки зрения либерализации, но разумной. Вот, самому мне по себе, просто у меня очень много знакомых, к сожалению, не я, а именно были в Чехии. В Чехии развито такое движение, как «Living History», само по себе. А оно действительно там очень хорошо развито. А какие у меня от реконов отличаются? Дело в том, что как бы там начало такое же именно спортивное движение развиваться благодаря битве наций, само по себе. Но дело в том, что как бы когда я смотрю на движение чешская «Living History», и как бы про то, как развивается это само все по себе, то, что действительно пошло разделение от «Living History» и по спортивной части, тут немного другое. Но именно то, как вы подали чешскую модель легализации того же самого оружия и так далее, это нечто невероятное. Если у меня получится взять интервью именно с чешским гражданином, это будет просто сенсацией. Но сейчас вопрос в другом. Синьор, скажите, пожалуйста, вот так да так. Вы выдали очень много информации. Очень много информации, которая просто ломает мозг людям. Даже я себя в некоторых местах своего мозга начал его ломать. «Скажите, пожалуйста, честно, если у вас будет возможность организовать, вот именно если у вас будут хорошие организаторы и все остальное, ролевую игру, допустим, в России или в Ирландии, где бы вы ее организовали так, чтобы это было удобно игрокам?» Вот если так удастся, то в Ирландии, по одной банальной причине, здесь это была бы, это был бы, это была бы, ну, игровой аналог пятого эльфа в третьем ряду. Игра, организованная на уровне как здесь, только без некоторых бородачных моментов, там была бы чертовским хитом. Я хотел, да хотя бы кабинет, для начала хоть кабинетку, но длинную, у меня была мечта отомстить за русские стереотипные Ирландии, которые периодически тут играют. То есть есть стереотипы? Ну, да, но в России периодически играют игры по Ирландии с довольно сильной завязкой на стереотипы. А вот если бы устроить месть и в Ирландии сыграть по клюкве по России, вот чтоб с Распутиным, то есть... Совсем этим! То есть стереотипичные... Людведи была лайки! То есть стереотипичные... Красный реверсал, вот всё это! То есть стереотипичные игра в Ирландии по России? Да, потому что в России по Ирландии играют. Почему бы не ответить тем же самым, но организовать-то я просто не потянул. То есть все вот эти вот от сердца к солнцу... Нет, от сердца к солнцу, все-таки, извините, Германия. Ну, ну да, ну, допустим, вот эти вот... То есть без нациков. Да, без нациков, нахер 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 нациков! Уж если тут то что-то Сталин! Вот! То есть герр Сталин, вот этот усатый медведь, который там направляет свои войска и так далее. Да. И всё это вот именно в ирландских землях бы смотрелось. То есть вы об этом? Да, то есть у меня была идея с кабинеткой, с Распутиным, с Сталином. Вот с такими вещами ещё снепь, вот эту русскую баню там есть. Вот. Кто пять минут в парной на верхней полке выдерживает, там у плюшка. Вот. Соответственно. Но проблема в том, что даже на 20 человек я не могу реагировать реально сам. Я не являюсь хорошим организатором. А уж если бы что-то большое и по серьёзу, только вот единственное, что я не советую, это пытаться в Ирландии играть Ирландию. Дело в том, что те вещи, которые для нас сказки, для них сильно завязаны опять на национальные вопросы и конфликты. То есть это как у нас, собственно, мордвины, всякие эрзяне и так далее? Нет. Понимаете, они просто более чувствительные. То есть это как для нас Великое Отечественное, столько разницы, что у нас Великое Отечественное играют. То есть у нас играют Великое Отечественное, но у них воины между Ира и Бриташками не хотят играть? Безусловно, потому что это было слишком недавно. То есть это больно. Более того, даже не только про Ира, и даже не только про войну за независимость. Я кому-то пытался подкинуть идею насчет играть по Дарби Огиллу по 19 веку. Даже это было слишком недавно. Народ слишком чувствительен в Ирландии, с нашей точки зрения. Там эти темы, которые у нас... У нас, да, сейчас спокойно, реконы месяца в лицо с нацистами. Причем некоторые из нацистов. Причем под Питером. То есть, ну да, я с этим согласен. То, что наши ребятки, они как бы хреначат... Там, не знаю, кто-то делает нацистов и просто говорит, что, мол, ребят, мне просто нравится форму, да и с кем как бы воевать. А вот тут я так понимаю, что все... Да, в Ирландии существенно... То есть у нас может перебор в одну сторону, и с Ирландии, с моей точки зрения, в другую. То есть ребята не хотят играть болезненные моменты истории, даже 150-летней давности. О как! Соответственно, все эти сказочки там играть не надо. Я им подсказывал. Тем, кто устраивал просто Риа Негра, у них как бы частный полигон, который у них для кросспола. Фу, извините. Это вырежьте, это глупость. Вырежу. Для этого, как его, страйкбола. Как из кросспола там не было. Так вот, для страйкбола. Но, я сказал им, ребят, устроите по дороге Агиллу, на Ирландии и в Ирландии придет куча народа, бабок поднимите. Зарубежного народа. Ну да. Они сказали, нет, это было слишком недавно. Не надо. То есть 150 лет, это даже и является недавно. Там вот настолько серьезно относятся к истории. У нас 70 лет, когда была, собственно, Великая Отечественная война. И у нас люди играют за нацистов только потому, что им нравится форма. Но там это у них слишком недавно? Да. Вот оно что, Михалыч. А вот так. То есть, вот настолько там все по-другому. Вот. При этом, конечно, есть куча других тем для игр. Но там просто нет пока что организации. То есть, пока что, насколько я знаю, Ну, последние пару лет я меньше смотрел. Просто по этим форумам. Может быть, в последние пару лет просто я... У меня была история за три года. С 15-го года я там мало что смотрел. Может быть, что-то изменилось. Насколько я знаю, не особо. Потому что я меньше смотрел просто потому, что у меня там случился переезд. Собственный дом. Так, нет. Собственный дом лучше вырежете. Наверное, слишком личный. В общем, в случае всякие семейные заморочки. Вот. Но в результате зато у меня новость. У меня сын 13 лет. Старшему. И он смог впервые серьезно поиграть. Именно за ролевой? Да, именно здесь. Вот. Я его привез. У него, правда, минус. Он по-русски не читает. Я это в курсе. Я ему все рассказывал из карибского вестника. Все на русском языке. Я ему рассказывал. Ну, да. Потому что он прочесть не мог. Вот. Он читает и пишет по-английски в порт-рояле, да. То есть, для меня несколько сложно было играть ингландца англиканского пастера на русском языке. Нет. То есть, там действительно были вопросы, а как служить. Решили служить на английском. Потому что кранмер и кранмер с такими лидерами, это действительно разные вещи. Вы просто скажите вот о другом вещи, вот скажем так, заключительное. Да. Вы орлевик с серьезным стажем. Вы поиграли в нескольких странах. Это действительно ачивмент, ну, небывалого масштаба для человека даже ваших лет. Скажите, пожалуйста, вот вы и ваша семья, вот допустим, вы и ваш сын. Какие игры бы вы предпочли? Ирландские, допустим, или там европейские какие-то? Или все-таки вам ради того, чтобы почувствовать тот же самый дух, хочется приехать в Россию? Пока что, кроме как в России, этого духа толком я не видел. Но, я скажу честно, не был я в Германии, в Скандиналии. Даже в Англии не был. Там, наверное, что-нибудь есть. Наверное, несколько другое. То есть, ну, хоть я знаю, там более организованно, более натурально, в чем есть свои плюсы и свои минусы. Но германцы, скажем так, знамениты своей строгостью. Да. То есть, если честно, из тех, кого вы описали, мне скорее надо будет пощупать чехов. Опять же, у меня просто есть свои моменты с Чехией. У меня там головной офис моей нынешней фирмы в Европе. Вот оно так. Red Hat Linux. Чем занимаетесь? Я технический писатель, и я в фирме Red Hat работаю техническим писателем, а фирмы делают Linux и все, что под Linux. Опа-на! Вот оно что. И у них самый большой офис в Европе разработки. Ну, в брно! В брно! В брно! Ну, давайте по теме. Да. Так вот. Пока что, вот, на данный момент, из того, что я видел в России и Ирландии, ну, сравнение идет. То есть, играть я держу сюда. Ага. И хотя, получается, не каждый год и все такое, но всерьез поиграть у меня получалось пока только здесь. У меня есть свои заморочки. Например, да, иногда я люблю кросс-пол. Да, из меня не выходит красавица. На самом деле, я тоже люблю кросс-пол, но я об этом никому не говорю. Вот. Окей. Можем как-нибудь вместе девочками выйти. Ну, девочками. Не за слово. Вот. Я обычно арчанками ходил. Там к фигуре вопросов меньше. Именно. Вот. Это самое. Ирландцам такое предложение просто не поймут. То есть, они подумают на более серьезные заморочки, которые, конечно, интересны, но ролевка это отдельно. Именно отдельно тем, что все просто. Тут не надо никаких идентичностей доказывать. Пошел и сыграл. Да. Главный сыграл. Это более-менее хорошо. Вот. У меня... Нет. Одну байку я еще расскажу. Не знаю, вырежут ли вы или нет. Не вырежу. Но 2006 год. Бар-эр-мирдайн. Условный Мордор. То есть, это был не Мордор. Это был как бы тайный отряд орков Саурона. И орков Майера и так далее. Который прятался где-то недалеко от того, где был Килибримбар. Ну, кольца ковали. Угу. Был у нас там наш великий. Картхауэр. Ну, он Картхауэр. Картхауэр. А я Арчанка. А были у нас там три аркада, у которых это была первая игра. Которая решили сначала поржать. Поржать. Ну, вот. Типа, ну. Вот. Ну, Картхауэр. Ну, я тоже. Толстая. Трашная. Ну, Арчанка. Такая типичная Арчиха. Вот. И тут. Ну, они ржут, типа. Какой же он там. Какой же он, типа. Ну. Но их семьи отправили. Они были новички. Их отправили на рынок за мясом. И я это мясо готовила. Под орочи сказки. На ходу передумывала лейтинг с темной стороны. Чуфыр, чуфыр. Да. На ходу передумывала лейтинг с темной стороны. Ну, не очень продумано. Ну, как получилось. Вот. Под орочи сказки, под разговорчики. Готовила. Мясо получилось вкусное тушеное мясо. Все поели. На следующее утро лежу я в палатке в прудневом лагере. И слушаю, как эти три арка в прудневом трепе упоминают меня в женском роде. Мясо сработало. Мясо. Ладно, что бы вы бы хотели пожелать именно молодым игрокам, которые в любой стране, не важно какой, просто вот те люди, которые хотели бы заявиться на ролевую игру. Я, может быть, даже субтитры при калашмачу на английском языке, чтобы кто-то мог перевести. Вот лично ваше послание. Вот. Лично мое послание, пожалуй, такое. Значит, игру и мастерскую группу, особенно для первой игры, лучше тщательно подобрать. Я видел фейлы. Видел их в Ирландии, видел их в России. Я видел, как... Доброе. Доброе. Я видел, как новички на бардак нарывались и разочаровывались в играх вообще. Ребят, если вы начинаете, по-моему, лучше идти со знакомой командой. То есть, либо к знакомой МГ, либо со знакомой командой. Чтобы не оказаться в одиночку в поле, в ситуации, которую вы не понимаете. Значит... Да, мне в моей первой серьезной ролевкой повезло. Я вышел лешим на довольно удачную игру. Плюс к тому, мне просто хорошо глаз поиграл. Потом выяснилось, что для половины народа играл за порты, я поиграл красиво. Ну, так вот. Но мне еще повезло. Не всегда везет. Лучше подумать. А это вообще, впрочем, самое главное. Есть у человека такой орган. Он называется голова. Так вот, он не только, чтобы в него есть. Не только, чтобы надевать на него шлем. И не только, чтобы, как один пират у нас в команде, палить в него себе история. Я его потом хранил. Но, к счастью, по игре... Это при том, что из этого пистоля мне... Из такого же пистоля мне с двух метров, по моей просьбе, просто испытывали. Сын задержал плечо, было больно. Он въехал себя в шпан. Так вот, не об этом вопрос. Продолжайте. Так вот, есть голова. Она для того, чтобы ей думать. И собираясь на игру, и находясь на игре, но прежде всего собираясь на игру, выбирая игру, готовясь. Используйте этот орган по назначению. Вот и все. Вот. Спасибо вам огромное за данное интервью. Я надеюсь, это поможет как молодняку, так и как старшакам. Это поможет как бы учесть им какие-то ошибки и тому подобное. Синьор, честно говоря, это было приятное интервью. Спасибо вам большое. Хорошей вам игры. И я надеюсь, что в России, да может быть и за границей, мы сможем с вами видеться дальше. Надеюсь. Продолжение следует...